Приветствую всех зрителей нашего канала! На этот раз вашему вниманию предлагается распаковка, обзор и мой личный отзыв о пульте Rii Mini i25 с русской клавиатурой и функционалом AirMouse, так называемая воздушная мышь. Поставляется пульт в такой аккуратной коробочке. В комплект поставки помимо самого пульта входит кабель USB-MicroUSB для зарядки, USB-адаптер и инструкция пользователя. Как я уже говорил в недавнем обзоре TV-приставки Q7, стандартные пульты, поставляющиеся с приставками, крайне неудобны. Поэтому для собственного же комфорта я рекомендую использовать для этого пульты с функционалом AirMouse, по-русски воздушная мышь. Пульты с таким функционалом имеют собственный гироскоп, который позволяет управлять курсором на экране телевизора, просто перемещая пульт в пространстве. Вот так это выглядит на практике. К такому необычному управлению привыкаешь весьма быстро. Как вы уже поняли, пульт ReE Mini i25 имеет гироскоп. Конечно же управлять можно не только Android TV-приставками, подключенными к телевизору, но и ноутбуками или компьютерами. Вам лишь нужно подключить адаптер пульта в USB-порт. Данный пульт имеет несколько преимуществ. Главный его козырь для нас – наличие версии с русской клавиатурой. Недорого купить такую версию можно на Алиэкспресс. Ссылки на надежных продавцов найдете в текстовой версии обзора на нашем сайте. Еще одна полезная фишка состоит в том, что ReE Mini i25 имеет программируемый инфракрасный модуль. На деле это позволяет вам программировать пульт. Да, он обучаемый, что по сути позволяет его назвать универсальным пультом. Для программирования совместите ReE Mini i25 со вторым пультом, чтобы инфракрасные модули находились рядом. Нажмите на ReE Mini и удерживайте несколько секунд кнопку Set для активации режима обучения. Нажмите кнопку, которую нужно запрограммировать. Должен мигнуть индикатор. Теперь нажмите соответствующую кнопку на втором пульте. Все, ReE Mini i25 запомнил назначение новой кнопки. Для выхода из обучения снова жмем Set. Таким образом, его можно использовать для управления любой бытовой техникой в доме, хоть кондиционером, хоть музыкальным центром. Включение и выключение пульта осуществляется специальной кнопочкой на торце. Здесь же есть разъем microUSB для зарядки. На лицевой стороне пульта есть кнопки Page Up и Page Down для удобного просмотра интернет-страниц. Кнопка левой кнопки мыши для совершения клика, кнопка блокировки пульта, кнопки громкости, кнопка назад, кнопки управления мультимедийным проигрывателем и другие. На обратной стороне QWERTY клавиатура. Есть все кнопки, которые мы видим на обычных клавиатурах, в том числе EFN, кнопки джойстика, Shift, Ctrl, Alt и другие. А с помощью кнопки DPI можно настроить чувствительность мыши. Для быстрого переключения между английским и русским языком, я советую установить на Android TV Box приложение Russian Keyboard с Google Play. В нем выбрать раскладку External Keyboard RU и установить переключение раскладки кнопками Shift и Space. Все кнопки прорезиненные и комфортные в использовании. Каждое нажатие сопровождается щелчком. Пульт имеет встроенный аккумулятор емкостью 450 мАч. Продолжительность работы без подзарядки определенно радует. Я заряжаю его реже, чем один раз в неделю. Впечатление от пульта Rii Mini i25 у меня исключительно положительное. Недорогой, но очень качественный функциональный девайс, который значительно упрощает управление ТВ-переставками на Android. Имеет русскую раскладку и режим программирования кнопок. Рекомендую к покупке однозначно.